Всем привет! Это видео мы снимаем в магазине Squat, точнее в его фрирайдной ипостаси VR Freeride. Сегодня сделаем обзор масок, и обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в конце мы разыграем одну из масок. Сейчас уже весна, вы, скорее всего, поедете или собираетесь поехать на весенние лагеря, в частности, один известный бренд устраивает очередной лагерь в Красной Поляне, так что у вас есть возможность бесплатно завладеть масочкой, как раз новой к этому ивенту. В этом видео мы расскажем о масочном бренде Apertiv, который с 2006 года выпускается шведскими ребятами. Вы, возможно, видели в прошлом летом, что у нас в магазине появились очки Apertiv, но основной продукцией для этого бренда являются все-таки сноубордические маски. Ребята из Apertiv начали свой бизнес с производства тапочек, так называемых Apereski, или, так как бренд все-таки сноубордический, то Aperesknowboard. В этих тапочках можно спокойно было тусить в кафешках после целого дня катания в ботинках, и ноги расслаблялись. В общем, ребята начали с этих тапочек, а потом они решили перейти на другую продукцию, как шапочки, футболочки, толстовочки, и в конце концов отбросили эту идею с обувью и начали заниматься производством сноубордических масок, ну или горнолыжных масок, это одно и то же. Ассортимент не очень широкий, но вполне его достаточно, чтобы удовлетворить большинство запросов катальщиков. Сейчас я в стиле Габоныча, любимом анбоксинг, покажу вам, как упакованы эти маски, а упакованы они действительно хорошо, и, наверное, это-то в первую очередь меня, например, и подкупило. То есть это такая вот добротная коробочка, кордонная, в которой находится жесткий кофр, и можно в этом кофре маски перевозить, можно просто за карабинчик прицепить к рюкзаку. Что мы найдем внутри? Внутри мы найдем микрофибровый мешочек, то, что обычно в маске кладется, дополнительный фильтр и, собственно, саму маску. То есть упаковка выглядит и является достаточно дорогой и интересной, особенно ценен этот кофр. Что из себя представляют маски в основном? Это, по сути, четыре модели, хотя на самом деле это даже две модели, немножко с разной конструкцией. Я вам сейчас это покажу. В основном они снабжены фильтром одним на яркое солнце, и в комплекте запасной фильтр, это желтый противотуманный фильтр на пасмурную погоду. Как я уже сказал, четыре модели, но в них есть некоторые отличия. Например, вот эта модель с цилиндрическим плоским фильтром, это та же модель с таким же цилиндрическим плоским фильтром, но здесь ярко выраженная рамка, модель называется DWG, а это называется DWG Air. Здесь рамки практически не видно, и отличие в смене фильтров, то есть, если здесь фильтр меняется обычным образом, нужно вытащить его из рамы, то в DWG Air немножко другая система, открывается сбоку застежечка, и фильтр просто меняется, выдавливается наружу, потом точно так же вставляется желтый, и застегивается на место. То есть, это, конечно, не совсем прям такой быстрый способ, как на магнитах, но в то же время надежный, и вероятность повредить линзу меньше, чем у обычной маски. Но опять же, если вы умеете менять, то никакой проблемы поменять линзу на обычной рамной маске вам не составит. То же самое со сферической линзой. Модель называется SQT. Есть обычная рама, и фильтр не сидит, как в обычной раме. И точно такая же SQT Air, где фиксатор находится сбоку, и линзу можно поменять другим, иным способом. Еще одной инновацией, которой обладает этот бренд, это защита верхних вентиляционных щелей. Здесь не просто поролон, а, так скажем, некий армированный материал, который не даст попасть внутрь снегу или воде. При этом он более прочный, чем поролон, и не будет разрушаться при каких-то, не знаю, от веток, или может быть просто от того, что вы трогаете как-то чересчур сильно руками. У масок у всех трехслойный поролон, точнее, здесь два слоя поролона, а третий слой это нанофлис, который более прочный, чем поролон, и лучше высыхает. Увеличенное количество пены на носу, на переносице для более удобной посадки маски. Можно еще добавить, что сферическая маска более узкая, то есть на посадке на лицо она будет ощущаться более узкой, чем маска с цилиндрическим фильтром. Этот бренд можно сравнить, наверное, с еще одним брендом, который у нас представлен в магазине, это бренд Эшбери. Если Эшбери это американский бренд, то Апертиф это бренд европейский. И те, и другие занимаются тем, что пропагандируют сноубординг, пропагандируют катание, так скажем, не спортивное, а более тусовочное. При этом они организуют какие-то соревнования, строят парки, снимают какие-то видео. В интернете вы можете например найти видео. Вот есть у нас такая маска с дизайном Fat and Furious. Это тоже такая компания ребят, которые просто организуют какие-то видео батлы в интернете. И шведский бренд Апертиф сделал им такую именную маску очень прикольного яркого дизайна. И кстати об этой маске хочу рассказать отдельно. Я ее лично попробовал в горах покататься. Здесь очень интересный фильтр. Это желтый фильтр с небольшим зеркальным покрытием. Казалось бы, он не особо должен спасать в ярком солнце, но я когда покатался на ярком солнце, никакого дискомфорта от бликов каких-то солнечных не испытывал, но при этом этот желтый фильтр дает колоссальный контраст и даже на залитых ярким солнцем склонах видны все небольшие перепады, все перегибы. То есть очень рекомендую такую маску использовать не только в туман, но и в яркую солнечную погоду она тоже хороша. Добавлю, что линзы все имеют покрытие Рево, это многослойное покрытие, которое дает вам лучшую видимость, лучший контраст. Кстати, запасной фильтр в этой маске тоже желтый, но не зеркальный, а он, так скажем, пропустит больше света, чем зеркальный желтый. Очень рекомендую попробовать эту маску. Собственно, вот и, наверное, все, весь обзор, но, как я сказал в начале, это видео розыгрыш, и мы разыграем одну из масок. Это маска со сферическим фильтром, называется CRB, такая вот беленькая, с черным фильтром и желтым запасным. Такую маску получит тот, кто наиболее интересным образом в комментариях под видео опишет свой опыт катания с разными фильтрами, кому какие фильтры больше нравятся, черный, красный, желтый, понятное дело, что это зависит от погоды, но все равно есть зеркальные фильтры более затемненные, менее затемненные, кому что нравится, опишите свои истории о том, какие фильтры вам помогли в какой ситуации или какие-то фильтры наоборот не помогли и наиболее интересный ответ и содержательный, который нам понравится, мы подарим эту маску. Еще одной новиночкой, которая хочется рассказать, это суперлегкая маска, по сути, это фильтр с приклеенным изнутри трехслойным поролоном, она действительно очень легкая, фильтр здесь однослойный, честно говоря, никто из моих друзей, в том числе и меня самого, мы эту маску не испытывали, было бы очень интересно узнать мнение от вас, какие, если кто-то катался в такой маске, либо это второй приз в этом видео, если вы напишите, почему вы хотите получить эту маску, мы вам дадим тесты, а вы потом опишите, какие у вас ощущения были от катания с этой маской. Ценовая категория этих масок достаточно средняя, то есть от них не стоит ждать каких-то суперкрутых технологий, как более громких, именитых брендов, но при этом маски функциональные, фильтры у них вполне приличные и хорошие, подходят на разную погоду, сочетаются со шлемами, единственный минус, у них на ремешке нету силикона, что наверное не очень удобно для использования со шлемом, но их цена вполне может оправдать такой минус. Всем счастливо, всем хорошей весенней каталки, увидимся, приходите в наш магазин, смотрите, меряйте, выбирайте, у нас уже давно скидки на всю масочную продукцию. Все, пока! скидки, все, пока! Субтитры